Автомобили Volkswagen безопасны благодаря сочетанию качественных компонентов. Но для качества Volkswagen необходимо сочетание подлинных деталей. Этому качеству угрожают кажущиеся дешевыми аналоги конкурентов. Это вредит и страховым компаниям, и потребителям. Чтобы доказать это, было проведено исследование компонентов аналогов и подлинных компонентов Volkswagen. Были исследованы пять различных деталей кузова. Для бренда Volkswagen сравнивалась траверса Golf 5 с аналогами от конкурентов ISM Italia, Yishain, YP и неизвестного производителя также из Тайваня. Для обеспечения объективности исследования проводились незаинтересованными организациями. За каждым этапом наблюдала независимая Decker Certification GmbH. Образцы для всех испытаний были взяты с девяти европейских рынков. Первым делом детали прошли визуальное обследование. Они были проверены на царапины, вмятины, неровности и деформации. Все этапы проверки были запротоколированы с особым вниманием к весу компонентов, толщине материала, точности подгонки и толщине покраски. Все детали от тайваньского производителя Yishain обнаружили значительно меньшую толщину покраски, чем у подлинной детали. Вес траверсы ISM оказался 3,4 кг, вместо необходимых 6,8 кг. Грубейшее отклонение на 50% от оригинала. На 50% меньше материала было использовано для изготовления деталей, которая в случае лобового столкновения имеет решающее влияние на стоимость ремонта и безопасность пассажиров. Монтажный тест проверял точность подгонки деталей. Удастся ли совместить отверстия легко и просто? Установочные отверстия на траверсе ISM были настолько неточными, что ее не удалось установить на автомобиль-образец. А траверсу от неизвестного тайваньского производителя было вообще невозможно установить. Сопротивление материала было проверено с помощью теста на растяжение неподписанных образцов. Малый вес, прочность и гибкость подлинных деталей Volkswagen достигается использованием стали высокого качества. Однако, траверсы всех участников испытания обнаружили серьезные отличия. Сырье, используемое Volkswagen, должно выдерживать растяжение силой как минимум 1,4 кН. Подлинная деталь выдержала гораздо больше этого значения, в то время как все конкуренты использовали сырье с не более чем третью от требуемой прочности. Последствия в случае аварии были бы значительными. Оценка мест сварки и качество соединений – еще один критерий безопасности компонента. Были обнаружены разительные отличия. В то время как сварочные швы подлинных деталей выдерживали сдвиговую деформацию в 11 кН, образцы худшего из испытуемых – тайваньской YP – достигли среднего значения только в 2,6 кН. Исследование шва МИГ тоже выявило значительные недостатки. Сварочные швы в подлинных деталях Volkswagen соответствовали всем требованиям. В деталях ISM швы МИГ отсутствовали и были лишь обозначены прихваточными швами. Их точечная сварка тоже была неправильной. Подверженность коррозии была еще одним критерием проверки. После испытания на усталость с помощью напыления стандартного соляного раствора образцы всех испытуемых конкурентов были изъедены красной ржавчиной. В то время как на подлинных деталях красной ржавчины не возникло, благодаря надлежащей антикоррозийной защите. Испытания однозначно показали, что низкое качество деталей от конкурентов в случае аварии привело бы к выходу траверсы из строя. Последствия – большие повреждения транспортного средства, большая цена ремонта и большая опасность для пассажиров. Результаты исследования говорят сами за себя. Подлинные запчасти Volkswagen однозначно победили в международном испытании деталей кузова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова